А сейчас я попрошу всех наших гостей поучаствовать в этой части нашей программы. Я выписала из книги, которая называется «Маргянят хи хэмта», это значит «Жемчужины разума». В этой книге собраны пословицы ассирийские и пословицы, которые переведены на ассирийский язык с разных языков мира. Я выписала пословицы, которые в народе очень известны, которые мы слышали с детства и знаем их. Так, для примера хочу парочку зачитать, ну и хотелось бы услышать из зала, также услышать от вас пословицы на родном языке. Например, мы эту пословицу с детства всегда слышали и сейчас ее употребляем очень много. Пожалуйста, варианты. Рыба с головы гниет, да, по-русски тоже самое. Многие знают, да? Каждая птица летит в своей стае, каждый должен знать свое место. О человеке судят по одежке, да? Чистота в доме видна после веника, да? После уборки. Хала хейляна манадгяну кимапкили. Очень известная такая пословица, всегда все ее используют. Хала хейляна манадгяну кимапкили. Рабы каша, поясни. Уксус, если он будет крепкий, то свой сосуд разобьет. Внутри себя разобьет. То есть, веди себя скромно присоединяется. Да, это применяется к человеку, который злой, который... Уменьши свой пыл. Да. Рабы каша, спасибо. Хмара, кмеца, клятлы хмарены. Все знают. Я специально выписала и такие тоже. Со смыслом. Дунья хачтава или мальпана. Инака нашит ле массы корилы. Хачхаютрана летли. Давай, давай, нееве. Мир, мир, это большая книга. Обучающая, большая обучающая книга. Но человеку, который не умеет читать, эта книга никакой пользы не принесет. Дальба алмару мраила. Очень известная в народе, всегда и употребляется. Дальба алмару мраила. А по-русски есть пословица похожая. Не сыпь соль на рану. Если ты не роза, то не будь колючкой. Не сыпь соль на рану. Не сыпь соль на рану. Еще говорят, сыпь соль на рану. И брось его в воду. Так Все знают Сладкая, кажется, да Как можно по-русски это выразить? Издалека война кажется сладкой Издалека, пока ты сам не ощущаешь на себе Все кажется так легко и хорошо, да? Дерево доброты медленно растет А теперь вот очень интересно Мне очень понравилось Вот когда это можно применить? Наверное, человек, у которого хвастается, да? Одна подкова у него есть И он хвастается А ему еще надо три подковы И лошадь Да, типа того Так, у нас еще в нашей программе Есть доклад от Олечки нашей Геворгизовой Тоже посвященная нашему родному языку Но доклад будет про библиотеку царя Ашур-Банепала Олечка Да, хотелось бы особое внимание уделить библиотеке Ашур-Банепала Царя Ассирийского Потому что, к сожалению, не всегда мы оказываем ей Влияние, внимание Хотелось бы отметить, что это Самая крупная библиотека Которая была найдена Вообще крупнейшая в мире Немножечко предыстории Вообще, как она составлялась На протяжении скольких лет Из чего она состояла И так далее Вся библиотека составлялась В течение 25 лет Царем Ашуром Банепалом Правил он Начиная с конца 7 века до нашей эры Правил он Примерно Чуть более 30 лет И время это было мирное Воин почти не было И поэтому Поэтому у царя было время Уделять внимание своему хобби И царя, чтобы понимал Очень увлекался Митературой Увлекался Когда тишина нужна Как известно Всем был самым грамотным Царем Ассирийский Умел читать Не только на Тишинском языке Но также на Акадском Умел Говорил на различных диалектах Их он посылал Также Различные уголки Своей страны Они перепечатывали Копировали Различные книги Все, что его бралось на пути Был приказ От самого царя Чтобы они Каждый источник Письменный, рукотворный Они собирали И привозили В царю Также Все равно Существовали Походы военные Маленькие Войны В то время Не было И даже Царь В походах Когда ему удавалось Находить Различные Гиблиотеки Маленькие Гиблиотеки Различных книг Он тоже Возил их себе Во дворец Таким образом За 25 лет Скопилось Около 30 тысяч Ленинных Табличек Стоит отметить Что у каждой Ленинных Таблички У каждого Источника Было по 6-7 год То есть Это тоже Очень много Вопрос На хранению Эта библиотеки И сейчас Ученые Ученые Нашли именно Эти обе Не оригиналы Значит Только К середине 19 века Несостоявшиеся Юристы Я сбежала Из холодного Лондона На восток Чтобы Обнаружить Ту самую Геневию Столицу Ассирийского Мира Он был Неудачно Перестан Но И в ходе Зло В его Археологической Стизе И он Откопал Одно Крыло Ассирийского Дворца Дворца Сурупа Непала Где Нашел Огромный Склад В первую Часть Ассирийских Табличек Он Очень Обрадовался Тут же Были Привезены Таблички В Лондон Грузии Британские Начали Сразу Люди Выяснять Что же Написано Как Почему О чем Хотели Рассказать И зрители Что хотели Донести До нас Это Старающая Была найдена Спустя Три года Всего лишь Его Другом Соратником Подопечным Дипломатом Также Английским Дипломатом И путешественником Открылся Таблички Таблички В ящике Отравил Рассказать Но Еще Ученым 30 лет понадобилось Для того Чтобы Рассекреть Таблички 1850 30 лет 1880 Год Только В конце 19 века Удалось Рассекреть Таблички Еще Состояли Таблички Что Там Было Какое Послание Зашифровали Древние Для нас Это Были Различного Рода Рассказ О Потопе Тоже Который Совпадал с Индейским Различные Религиозные Издания И так Далее А также Еще Это Являлось Ученными Записами Сколько Робов Сколько Продуктов Было Приведено И так Далее Также Сочетовали Таблички Которые Писались Заним Асуром Манипалом В которых Он оставлял послание И в одной из них Он говорит Что Я Научился Читать И читать На различных Сложнейших Четках И так Далее Из этих табличек Нам стало понятно Что Ассирийцы Уже в 7 веке До нашей эры Были Очень Образованы Очень Грамотные Например Существовал Такой способ Предсказания Будущего Как Гадание На печени На печени Печень Делилась На сектора Различные И по ним Сказывалось Несмотря на то И при этом Будущее Само писали Чтобы Ассирийцы Могли Попробовать Создавали На звание Первых Первопечатников Потому что Нужно было Переписывать Воспроизводить Множество Книг И Они поступали Следующим образом Ассирийцы Вылезали На деревянной Доске Нужные Надписи И сверху Сделали Отписки На глиняных Табличках Внизу Каждая Табличка Указывалась Название Книги Сколько Страниц Год Автор И так далее Также Были Медицинские Справочники Описание Путешествий Исторические Степки И так далее Точно Стоит отметить Уже в те времена Появились Среди ассирийцев Книга Любовь Даже Как сам царь Шурбань Пала Не коллекционировали Книги Где была История И так далее Всё Спасибо Большое спасибо Большое спасибо Большое спасибо Во-первых Нашим ребятам Которые сегодня Подготовились Умнички все И выучили стихи И генничали Переживали Сейчас Рабы Каша Попросим вас Сказать пару слов По поводу Сегодняшнего дня По поводу Этого праздника Который Создался Для защиты Родного языка Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров